Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире национальной вещательной компании САХА, 4 выпуск программы ПРОАВТО-14. В рамках этого проекта мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, которые касаются безопасности дорожного движения. В студии работает Власий Сергеев. В последующие 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий, что случилось на дорогах республики за последние недели. Садись за руль трезвым, какие санкции предусмотрены для пьяных автолюбителей и как обстоят дела с данным нарушением на дорогах нашего региона. Велосипедисты – полноценные участники дорожного движения. Каких правил должен придерживаться любитель физической активности, узнаем у эксперта. Повторение «Мать учения». Знания правил дорожного движения в нашей студии проверит телеведущий Руслан Очиров. В начале нашего выпуска предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашей республики. За последние две недели на дорогах республики зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий. В результате которых погибли 4 человека. 45 получили травмы различной степени тяжести. В 19 ДТП пострадали 22 несовершеннолетних. Отметим, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение количества автопроисшествий с участием детей на 0,5%. По количеству раненых показатель снизился на 4,3%. Перейдем к наиболее резонансной аварии. В Тампонском Улусе произошло крупное ДТП, в котором погибли 4 человека. 25 апреля на 625-м километре федеральной автомобильной дороге Колыма столкнулись микроавтобус и большегруз. По предварительным данным установлено, что мужчина 1963 года рождения, управляя автомобилем Toyota Hise, не убедился в безопасности маневра и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомашиной Scania с полуприцепом. В результате ДТП водитель и три пассажира Toyota погибли на месте происшествия. Еще три пассажира от микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести. Водитель большегруза не пострадал. Все причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. Сегодня велосипед является одним из самых популярных и востребованных средств передвижения. Перед стартом нового велосезона мы хотели бы напомнить любителям физической активности основные правила безопасности при езде на велосипеде. Как известно, велосипедист является полноценным участником дорожного движения и он должен знать и соблюдать требования ПДД. Согласно им, движение на велосипеде следует осуществлять в первую очередь по велосипедным или велопешеходным дорожкам. При их отсутствии допускается езда по правому краю проезжей части, обочине, тротуару или пешеходной дорожке. Стоит отметить, что двигаться по проезжей части разрешается лишь при достижении 14 лет. При этом следует держаться правой стороны, не выезжая более чем на один метр от края дороги, за исключением объезда препятствий. Никогда не передвигайтесь по полосе встречного движения и ни в коем случае не пользуйтесь наушниками во время езды. Помните, управляя велосипедом нельзя поворачивать налево на дорогах, имеющих более одной полосы движения. Вместе с этим крайне важно правильно подавать сигналы рукой. Это самая распространенная проблема, да, и здесь нужно действовать так, чтобы был понятен сигнал всем участникам дорожного движения. Правила предусматривают два варианта подачи сигнала, но велосипедистам лучше пользоваться конкретно общим понятным сигналом вынятой руки. Если вы поворачиваете налево, выравнив, вытягиваете руку налево. Если поворачиваете направо, вытягиваете правую руку. Соответственно, водитель уже понимает по направлению, в какую сторону вы планируете двигаться. Очень важный момент, это нужно делать до начала маневра. То есть вы подъехали к повороту, к перекрестку, показали правый поворот, буквально несколько секунд достаточно, чтобы водители это поняли. И совершая маневр, уже двумя руками держась за руль. Это достаточно важно, но в целях безопасности. Некоторые велолюбители полагают, что правила дорожного движения на них не распространяются. Из-за несоблюдения требований ПДД привлечь их к ответственности не является возможным. Однако это далеко не так. За нарушение правил велосипедисты, как и автолюбители, могут быть оштрафованы. Велосипедисты могут привлечь к ответственности в двух случаях. За несоблюдение правил дорожного движения, создание померк для других участников дорожного движения. Виды штрафов. Согласно части 2 ст. 12.29 Административного кодекса РФ, велосипедисту за нарушение правил дорожного движения положен штраф в размере 800 рублей. Создание препятствий другим участникам движения. Если несоблюдение правил дорожного движения велосипедистам спрофортировало помехи для движения водителей, наказание регламентируется уже по части 1 ст. 12.30 Административного кодекса, а размер штрафа составляет 1000 рублей. В заключение еще раз отметим. Велосипедист полноценный участник дорожного движения, который должен неукоснительно соблюдать правила и рекомендации, чтобы не создавать аварийные ситуации. С потеплением на улицах становится все больше велосипедистов, которые, как мы поняли из сюжета, являются полноценными участниками дорожного движения. Подробнее о правилах, которые касаются велосипедистов, мы поговорим с велоактивистом, велолюбителем и по новой. И здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, как говорится, обо всем по порядку. Начнем с самого начала. Перед выездом следует проверить велосипед на наличие различных дефектов. На что следует обратить внимание в первую очередь? Ну, конечно, выезжать необходимо на исправном велосипеде. В первую очередь, конечно, мы обращать внимание нужно на самом деле на все. Но, конечно же, в первую очередь проверяем обязательно тормоза. Потому что тормоза – это действительно тот инструмент, который может понадобиться экстренно, от которого может зависеть ваша безопасность и безопасность окружающих. Ну и, конечно же, все остальные узлы. То есть очень часто бывает, что если мы оставляем велосипед где-то в доступном месте, может быть такая ситуация, что дети или кто-то подходит, пытается что-то потрогать, пытается что-то открутить и так далее. Поэтому в зависимости от того, где у вас находился велосипед, может потребоваться проверка буквально всех узлов. То есть могут и руль открутить, могут и седло опустить, могут скорости переключить, могут колеса эксцентрики покрутить и так далее. То есть бывают такие ситуации. Я вот, например, когда купила свой велосипед, переходила дорогу, мне его не совсем правильно настроили, и на кочке у меня переднее колесо вылетело. Ну, я очень была довольна, что это случилось, когда я шла пешком. Но вот такие ситуации случаются, поэтому, да, действительно, нужно все-таки следить за исправностью, за состоянием своего велосипеда. Ну, это тот самый случай, когда вот безопасность в ваших руках, да, в буквальном смысле. Ну, вот мы видим то, что вы пришли, взяли с собой вот к нам в студию, да, шлем. Вот, а мы знаем то, что правила, вроде как, они не обязывают же, да, носить шлем. И это решает сам велосипедист. Да, в правилах, да, такого требования нет, но и соображение безопасности. Шлем. Если вы пообщаетесь с велосипедистами, которые достаточно активно катают, каждый из вас скажет, что шлем – это очень полезная и незаменимая вещь. И выручала она каждого хотя бы, ну, один или даже, может быть, несколько раз. Ну, вот мы знаем то, что некоторые велолюбители, да, они часто вот перевозят на велосипеде вот детей. Вот, какие требования вот существуют по вот сидушкам, вот сиденьям, предназначенных для перевозки детей? Ну, согласно правилам дорожного движения, перевозка детей до 7 лет, ой, до 7 лет, да, возможно на велосипеде только на специально оборудованных устройствах, да, то есть у нас продаются специальные велокресла, которые крепятся либо на раму велосипеда, либо на багажник. И установив его на велосипед, вы получаете возможность передвигаться с ребенком. Единственное, что ограничений по правилам дорожного движения, по передвижению с детьми строгих нет. То есть при желании вы можете двигаться как по тротуару, так и по проезжей части. Но если вы двигаетесь по проезжей части, нужно отдавать себе отчет, что маневренность у вас немножечко будет другая, поэтому все-таки рекомендуется с детьми по тротуару. Ну вот есть такая проблема, да, вот некоторые велолюбители полагают, что безопаснее двигаться по полосе встречного движения. То есть велосипедист думает следующим образом. Я вижу угрозу, то есть я контролирую ситуацию. На самом деле это очень опасная же ситуация, ведь там получается, если, не дай бог, столкновение, то лобовое. Вот что можете сказать начинающим велолюбителям касательно именно движения по встречке? Ну в первую очередь мысль о том, что я вижу и я контролирую, она совершенно точно ошибочна. Потому что в этой ситуации велосипедист практически ничего не контролирует. И опасность движения по встречной полосе, она заключается именно в том, что в случае сближения с встречным транспортом скорость сближения существенно выше, чем если скорость движения с попутным транспортом. То есть когда вас машина догоняет и когда вы двигаетесь навстречу, у вас скорость движения совершенно разная, скорость сближения совершенно разная. И соответственно последствия, если вдруг возникнет столкновение, тоже будут разные. И очень важно, что правила дорожного движения у нас существуют и предписывают двигаться по правому краю проезжей части. И поэтому большинство велосипедистов этому правилу придерживаются. А это означает, что двигаясь по встречной полосе, вы подвергаете опасности не только себе, но в том числе и других велосипедистов. Еще у нас есть актуальная тема, да, вот поворот налево. У нас по правилам разрешен поворот налево, если на проезжей части не более одной полосы. Да, и вот, например, все равно же, наверное, как-то страшно. Вот как же убедиться в безопасности маневра и как часто вы используете поворот налево? Конечно, страшно. Двигаться по дорогам общего пользования в принципе страшно. То есть мне всегда нужно соблюдать осторожность. Но я сама этот маневр использую не так часто. Предпочитаю все-таки, если движение какое-то активное, да, я предпочитаю все-таки спешиться и по пешеходному переходу перейти на необходимую мне сторону движения. Но если возникает такая необходимость, то убедиться, конечно же, необходимо в том, что вы при повороте налево не создаете помех по путному транспорту. То есть здесь, на самом деле, обязательно необходимо просигналить поворот, да, обязательно нужно убедиться, что ваш сигнал был воспринят, да, что водитель ваш пропускает или наоборот пропустить водителей, да, которые двигаются в прямом направлении. Но осторожность и еще раз осторожность. То есть, как любят говорить, велосипедист на дороге должен крутить головой на 360 градусов. То есть постоянно контролировать ситуацию. Ну и сейчас у вас есть возможность обратиться к велолюбителям, к начинающим велолюбителям. Что вы можете им посоветовать? Ну, в первую очередь, если вы все-таки планируете, и у вас возникнет ситуация, что вам придется двигаться по проезжей части, в обязательном порядке проштудируйте правила дорожного движения. Потому что без этого, конечно же, ни в коем случае на дорогу выезжать нельзя. Потому что даже когда мы в детстве выходим в город, родители нас обязательно учат, да, как переходить дорогу, значит, определять сигналы, светофоры и так далее. То же касается велосипедиста. То есть выезжая на дорогу, мы должны иметь представление о тех правилах, которые должны придерживаться. Это в первую очередь. Ну и второе, это, конечно, быть внимательным, осторожным и аккуратным в отношении других участников дорожного движения. И в том числе и пешеходов. Ну что ж, действительно, безопасность в наших руках. Надо соблюдать все правила безопасности дорожного движения. И благодарим вас за то, что нашли время, посетили нашу студию, поделились своим опытом. Ну а мы, дорогие телезрители, идем далее. Вождение не в трезвом виде является одной из наиболее острых проблем безопасности дорожного движения. Ведь автопроисшествия, которые случаются по вине пьяных водителей, зачастую приводят к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода. Как обстоят дела с трезвостью на дорогах нашего региона, смотрите в следующем материале. Несмотря на возможные серьезные последствия и предусмотренное наказание, безответственные автолюбители продолжают садиться за руль в состоянии опьянения. Так, за пять месяцев текущего года на дорогах республики было зарегистрировано десять происшествий по вине нетрезвых водителей. В результате этих ДТП погиб один человек, 24 получили травмы различной степени тяжести. За этот период времени сотрудники госавтоинспекции отстранили от управления транспортным средством более 160 пьяных водителей. Напомним, за нетрезвое вождение автолюбителей ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Более жесткие санкции предусмотрены за повторное вождение в нетрезвом виде. Речь идет о штрафе до 300 тысяч рублей, лишении прав на срок до трех лет и тюремном заключении до двух лет. В текущем году сотрудниками ГИБДД на дорогах республики было задержано более 40 рецидивистов. В их числе 36-летний автолюбитель из Сунтарского Улуса. На днях суд приговорил его к реальному лишению свободы. Пересмотреть свое отношение к употреблению спиртного за рулем и, наконец-таки, сделать правильные выводы мужчине придется в колонии общего режима. В суде установлено, что подсудимый, будучи ранее судимым за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, не сделав для себя должных выводов, после распития спиртного вновь сел за роль автомобиля в состоянии опьянения, выехав из села Сунтар в село Тойбакой, ставив под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения. По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. С лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года 10 месяцев. В период праздников, как правило, увеличивается число пьяных водителей. На протяжении всех майских выходных сотрудники ГИБДД будут работать в усиленном режиме. В первую очередь это проведение профилактических мероприятий, нацелено на пресечение грубых административных правонарушений, таких как выявление и пресечение управления водителями в состоянии алкогольного опьянения, а также с признаками досмотровые мероприятия на предмет выявления перевозки запрещенных предметов, также наркотических средств. Майские праздники ожидаем небольшое снижение, потому что в связи с коронавирусной инфекцией у нас отменены многие мероприятия будут, но тем не менее госавтоинспекция будет усиливаться. Отметим, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение количества автоаварий по вине нетрезвых водителей на 16,6%. Дорогие автолюбители, помните, ваша безопасность в ваших руках, соблюдайте правила и будьте взаимовежливы. Ну а сейчас мы хотим приступить к нашей постоянной рубрике, в рамках которой известные люди проверяют знания ПДД в нашей студии. По традиции наш экспресс-тест будет состоять из 10 вопросов. Участником сегодняшней рубрики будет телеведущий Руслан Очиров. Вопрос номер один. Главной на перекрестке является дорога с твердым покрытием по отношению к грунтовой дороге, дорога с тремя или более полосами по отношению к дороге с двумя полосами, дорога с асфальтобетонным покрытием по отношению к дороге, покрытой брусчаткой. Так, на экзамен я сдавал почти 20 лет назад. Так, ну что, мне кажется, дорожное покрытие, наверное, вряд ли влияет на это. Давайте, будет вопрос. Ответ два. Дорога с тремя и более полосами по отношению к дороге с двумя полосами. Вопрос номер два. Водители каких автомобилей нарушили правила стоянки? Только автомобиля А, автомобили А и Б, только автомобиля Б? Ну, автомобиль Б стоит после пересечения дорог, поэтому там вот этот знак уже не работает, поэтому только автомобиль Б. Третий ответ. Вопрос номер три. Согнутая в локте рука водителя автомобиля является сигналом, информирующим вас о его намерении повернуть направо, остановиться, чтобы уступить дорогу мотоциклу, продолжить движение прямо. Так, тут поворот направо особо не видно, но по правилам, если согнутая рука показывает вверх, то это поворот направо, а чтобы повернуть налево, нужно показать налево. Ну, я сам так ездил, когда не работали поворотки, у меня один день. Вопрос номер четыре. Вы намерены повернуть направо. Ваши действия. Дождетесь другого сигнала регулировщика? Уступите дорогу легковому автомобилю, осуществляющему разворот. Проедете перекресток первым. Так, вот это сложноватый вопрос. Значит, регулировщик показывает вперед, соответственно. Ну, во-первых, мне кажется, машина неправильно разворачивается, слишком, слишком близко. Так, проедете перекресток первым. Мне кажется, проеду перекресток первым. Такая сложная немного ситуация, непонятная. Да, да пусть будет ответ три. Вопрос номер пять. Как воспринимается водителем скорость своего автомобиля при длительном движении по равнинной дороге на большой скорости? Кажется, меньше, чем в действительности. Восприятие скорости не меняется. Кажется, больше, чем в действительности. Ну, это, наверное, даже можно со своего опыта. Если едешь по равнинной дороге и вокруг нет ничего. Ну, таких вот объектов, которые показывают тебе твою скорость. То есть, там, не знаю, дома, деревья и так далее. То скорость кажется, на самом деле, меньше, чем это в действительности. То есть машина может и хоть очень быстро. Ответ номер один. Вопрос номер шесть. Вы можете продолжить движение на следующем перекрестке. Только в направлении Б, в любом направлении из указанных, в направлениях А и Б. Ну, здесь у нас одностороннее движение, поэтому я могу поехать в любую сторону. А, Б, В. Так, в любом. Номер, ответ номер два. Вопрос номер семь. Как вам следует поступить в данной ситуации? Уступить дорогу встречному автомобилю, действовать по взаимной договоренности с водителем встречного автомобиля, проехать первым? Так, а это получается завал, да, перед тем автомобилем, помеха на дороге. Так, ну, тут знак, конечно, может что-то означать, но, по сути, автомобиль должен меня пропустить, то есть я должен проехать перу. Ответ три. Вопрос номер восемь. Водители каких автомобилей не нарушили правила остановки? Только автомобиля В, только автомобиля Б, автомобилей А и В, автомобилей А и Б. Так, вариант так запутался. Водители каких автомобилей не нарушили правила остановки? Так, одностороннее движение. Ну, автомобиль Б находится после знака, поэтому номер два. Ответ номер два. Вопрос номер девять. По какой траектории двигается прицеп легкового автомобиля при прохождении поворота? По траектории движения автомобиля. Дальше от центра поворота, чем траектория движения автомобиля. Ближе к центру поворота, чем траектория движения автомобиля. Ну, если это легковой автомобиль, соответственно, и прицеп у него легковой, то есть он двигается также по траектории движения автомобиля. Номер один. Вопрос номер десять. Какие из указанных знаков разрешает выполнить поворот налево? А и Б, только А, Б и В, все знаки. Так, какие из указанных знаков разрешает выполнить поворот налево? Ну, знак Б, тупик, он не запрещает туда поворачивать, то есть просто показывает водителю, что там дальше проезда нет, значит, Б точно разрешает. Насчет В, не совсем типичный знак для города Якутска, но пусть будет Б и В. Номер три. Все. Здравствуйте. Здравствуйте. В очередной раз было интересно наблюдать за водителем, который сдавал экзамен по вождению давным-давно. Да. Конечно, вы немного забыли правила дорожного движения. И по первому вопросу, главной на перекрестке у нас является дорога с твердым покрытием по отношению к грунтовой. Это у нас указывается в общих положениях. Второй вопрос. Водители каких автомобилей нарушили правила стоянки? Мы находимся, судя по картинке, вне населенного пункта, в связи с чем знак «Остановка запрещена» будет действовать до перекрестка. Соответственно, после перекрестка вдоль дороги можно стоять, это может стоять автомобиль Б. То есть вы ответили правильно. Согнутая в локте рука водителя автомобиля является сигналом, информирующим вас о его намерении повернуть направо. Вы ответили тоже правильно. Четвертый вопрос. Вы намерены повернуть направо ваши действия. Жест регулировщика сейчас разрешает вам поворачивать направо. Однако для автомобиля, который стоит с правой стороны, разрешено двигаться во всех направлениях. Но при развороте вы для него становитесь помехой справа, поэтому вы проезжаете первым. Ответили вы верно. Как воспринимается водителем скорость своего автомобиля при длительном движении по равнинной дороге на большой скорости? Также вы ответили совершенно правильно. Вы можете продолжить движение на следующем перекрестке. Знак 411, установленный после перекрестка в начале дороги, действует только до перекрестка. Поэтому вы можете продолжить движение в любом направлении. Вопрос 7. Как вам следует поступить в данной ситуации? Здесь общее правило, на чьей стороне помеха тот не поступает. Единственное у нас, если помеха на спуске, то преимущество имеет тот, кто идет на подъем. В данном случае дорога прямая, не показаны знаками крутой спуск, крутой подъем. Поэтому водитель встречного автомобиля обязан вас пропустить. Водители каких автомобилей не нарушили правила стоялки? На дороге с односторонним движением разрешается стоять как с левой стороны дороги, так и с правой. У нас установлен знак «Остановка запрещена». Стрелочка, направленная вниз, говорит об зоне окончания данного знака. Получается, что нельзя стоять только в месте «В». А «А» и «Б»… Да, то есть вот здесь у вас ошибочка. «А» и «Б» разрешено. По какой траектории двигается прицеп легкового автомобиля при прохождении поворота? На автомобиль воздействует центробежная сила, которая старается автомобиль вытолкнуть из центра поворота, а прицеп наоборот сместить к центру поворота. Вы, наверное, с санками когда-то в детстве бегали? Ну да. И когда в поворот входили с санками, по ногам получали? Вот то же самое происходит с прицепом автомобиля. То есть смещается ближе к центру поворота. Так, и какие из указанных знаков разрешают выполнить поворот налево? Все знаки разрешают выполнить поворот налево. Знак «А» – разворот запрещен, запрещает только разворот. Знак «Тупик» вообще ничего не запрещает, просто говорит, что там нет сквозного проезда. А последний знак говорит, что мы выезжаем на дорогу, где организована полоса для маршрутных транспортных средств, навстречу общему потоку. Ну что, друзья, этот тест показал, что, несмотря на опыт, кажется, нужно иногда просматривать правила ПДД. Но в первую очередь хотелось бы пожелать всем водителям безопасной езды, быть взаимно вежливыми на улицах нашего города и не только. Ну и, конечно, удачи на дорогах. Спасибо. На этом наша программа подходит к концу. Дорогие телезрители, соблюдайте правила безопасности дорожного движения и берегите себя. До скорых встреч в эфире.